Мы выехали на Ремель, при том, что должна была быть плохая погода. Мы наблюдаем солнце где-то вот там в том районе. И очень много разговариваем сейчас про астрологию. На самом деле очень интересно. Так, ну что, мы приехали. Здесь просто нереально красиво. Сейчас я вам покажу. Пока что еще горы в тумане, но в принципе погода очень радует, потому что по идее должны были быть дожди. Там, собственно, гора или нет. Очень интересный комплекс. Там какая-то скала. Как выглядит Аскеза по Венере? Это надо все съесть за один день. Лучше Аскеза по планете. 6 утра. Очень хочется спать. Но надо идти делать восхождение. Будут нас подвозить до Еремеля. Вот. Причем топать-то 6 километров самостоятельно. Можно доехать. Так, ну что, мы начали восхождение на Еремель. Проехали, получается, сколько километров? 6 километров на УАЗике. 6 километров проехали на УАЗике, да, то есть здесь есть заброска. Вот. С утра, получается, вечером договариваетесь с местными. Ну, то есть это как бы все делают, это несложно. Вот. И 6 километров вас везут на УАЗике. Это очень удобно, потому что путь не близкий. И здорово, когда можно этот путь как-то облегчить. Вот. Мы когда ехали, получается, в УАЗике, там женщины, что-то реально набрали себе консервы, какие-то рис. Что-то я послушала их список продуктов, что они набрали на один поход. И мы таки идем с двумя бутербродами, такие зеленую гречку поели две ложки, съели два батончика. Банан, короче, я еще съела. И все, и таки идем, типа, налегке, там бутылку воды с собой жарит. Получается, к камням пока что мы идем. Вот. Ну, в принципе, дорога комфортная. Так, ну что, мы прошли уже сколько осталось? Нам километра три до вершины, да? Да, запятать. Надо еще потеть. И, короче, мы уже встретили первый снег. К сожалению, тут уже такой туман. Надеемся, что на вершине мы хотя бы сможем там видеть тропу. Перемелю, вот и первый снег. На самом деле, реально первый снег, который я вижу в этом году. Кто-то меня пошел делать. Офигеть! Привет! Ты как оттуда отсюда взялась, Санька? Я реально слышу, как не упал. Он нас так напугал. Мы реально думали, что там какой-то медведь. Или что, там сзади нападают. Это было страшно. Тут он такой выныривает просто из пустоты. Просто здесь никого нет. И просто собака. Надеюсь, забыл. О, малыш. Ты что, тут охраняешь, ходишь, что ли, нас, да, всех? Как мы видим, здесь очень много люди, получается, камушек накладывают друг на друга. То есть, в принципе, вся эта горная река, если посмотреть, то есть люди, наверное, создают намерения тем самым. В общем, это уже конкретная зима, это уже конкретный туман. И сейчас, получается, эта собака, она вокруг нас бегает, нас охраняет. Вот. И, не знаю, похоже, как наш проводник. Интересно. Сатурнянские энергии. Вот. Собственно, гора Иремель, по моим впечатлениям, это энергия Сатурна. Вот. Это энергетика такого очень старого, такого мудрого деда. И, получается, в прошлый раз, когда я поднималась на Иремель, у меня было ощущение, что я просто стою на вершине, на каких-то просто мозгах. В мозгах сверхвибрационных, очень таких мудрых. То есть, прям, это сатурнянские энергии такого мудрого статуса. Короче, мы просто в зиме. Здесь поднялся очень сильный, ну, ветер такой, но пока не сильный, но уже ощущается. А нам еще два километра, получается. Наверное, километром мы еще идем по Плато, а второй километр мы уже поднимаемся по Курумникам. И там, конечно, надо быть осторожным и аккуратным, потому что в тумане, к сожалению, очень плохое видение. Мы уже вот видим, что дальше нас ждет просто... Блин, это на самом деле, как бы, это такая опасная штука. Надо быть внимательным. Хотя, я в прошлый раз ходила, когда летом, в июле, там тоже был туман. И мы заблудились на вершине. Мы спускались, спускались, хрен поймать. Потому что мы шли с инструкторами, и даже они... Ну, там тоже инструктора, знаете, у нас сейчас инструктора водят, которые, знаете, сами два раза сходили. И теперь они уже, как бы, профессиональные гиды. Ребята, мы, короче, дошли до Крумников, и я такой страх словила в блин, потому что тума. И сзади просто не видно ни гор, ничего. И это просто такой страх неизвестности. Потому что я просто понимаю, что просто не видно, куда ты идешь. Вот, что мы видим, а впереди какая-то огромная гора. Я не знаю, что ты видишь, куда ты идешь. То есть вот это, получается, отсутствие доверия какой-то вселенной. Позвелайте удачи. Я надеюсь, что все будет хорошо. Блин, реально, очень хорошо. Вообще, получается, то, что мы не видим, да, это... Мы не видим материальный мир, получается, да? То, что мы сейчас, возможно, покоряем какую-то, именно, невидимую гору внутреннюю. Какую-то внутреннюю духовную вершину, возможно. Вот. Потому что, если ты что-то видишь, да, это проявлено в этом мире. А то, что ты не видишь, то, что в этом мире не проявлено, как в данном случае. То есть, от нас эта вершина скрыта, она духовная. И получается, что я рассматриваю так, что покорение идет именно внутреннего чего-то, духовной собственной вершины. Начинается уже прям совсем подножье, подножье. Дальше подъем идет по курумникам один километр. Вот. Мы встретили еще одну группу. Стало как-то поспокойнее, что здесь еще несколько дней. Собственно, начинаем восхождение. В общем, мы совершаем этот подъем. У меня от холода не шевелятся губы. И вот, что мы наблюдаем. Короче, мы подошли к подножью. Это группа, которая была, она выше не пошла из-за тумана. И они очень сильно так же на нас пытались повлиять. То, что, ребята, не ходите. И тем не менее, мы решили подняться. Страшно, ребята, честно. Потому что страшно, когда смотришь вниз. Потому что реально ничего не видно. Вот. Такое просто камни. Когда смотришь наверх, в принципе, страха нет. То есть, ты видишь, куда идти. И подумали, что нас пугает наш прошлый опыт. Мы оглядываемся назад. И это как бы олицетворение того, что, когда мы смотрим в прошлое, мы боимся идти в будущее. Потому что хочется развернуться и уйти. А мы, получается, выбрали. Ну, такие, блин, давай, ну, будем смотреть только вперед. То есть, когда ты смотришь вперед и назад. У нас в прошлое, наверху, кажется, не в начале голоса. Ну, ты живой. Просто в тумане. Там плата еще такое небольшое. Тут тоже есть. Вот. На вершине сейчас немножко тело здесь, получается, в камне. Чтобы немножко спрятаться от ветра. И я хочу сказать на вершине, то, что очень многие люди идут на Иремель с какими-то своими запросами. С какими-то своими намерениями. Потому что здесь священная храм. И считается, что у меня целое желание на, по-моему, силу, на реализацию намерений. И я очень много историй часто слышала. Я знаю, что люди, которые это желание. Животные желания. У меня тоже есть эти желания. Я хочу, там, не знаю, стать на права, там, да, какие-то. Такие материальные вещи. Но я считаю, что в прошлое священного места материальными желаниями восхождение на этот пик. Ну, это некоторое, я не скажу, не осквернение, да. Это, ну, что ты несешь сюда? Желание того, что ты хочешь. Духовный рост. Это, ну, духовная точка твоя. Духовный рост. Какая-то духовная священная гора. Это не про деньги. Это про внутренний мир. Это про духовность. Что ты сюда принесешь? Что ты хочешь новую дачу? Что ты хочешь? Какие-то материальные вещи. И я сюда принесла благодарность. Благодарность за то, что гора меня призвала. За то, что мы не побоялись совершить это восхождение. То, что Еремель позволил нам совершить это восхождение. И прислал сюда. Позволил совершить это путешествие. Благодарность. Единственное, что можно получить у этого духовной точки, у этого духовного места. Просить, может быть. Это благословение. Благословение Сатурна. Благословение этой горы. И это, наверное, единственное, что бы такого я бы просто озвучила этой горе. Вот я нахожусь. Ничего не видно. Сейчас мы будем уже спускаться. Кушать вообще неохота. Взяли с собой тоже зачем-то еду. Хотя есть вообще неохота. Сегодня мы опять встретили нашего друга. Накормили его нашей едой, которую мы брали для себя. Сделали такую паю, можно сказать. Что, Зайчик? Зайчик, Зайчик, ты доволен, слава Богу? Ты доволен? Ну и слава. Пойдемте. Нас ждет еще длинный путь обратно. Поэтому мы удлидаемся. Мне не нравится. Этот путь очень скользко в тросовках. И очень сильно ведет лицо просто, иголка. И Юра, ты счастлив? Кусок льда вместо вороди. Это вообще просто супер. Пустяк. Мы снова вернулись в осень. Вот. Мы сделали, прошли этот путь. Такое ощущение, как будто мы попадали просто в какую-то другую реальность. Потому что мы сейчас идем. Здесь тепло. Там мы все такие, как куски льда, спускались с этой вершины. А здесь уже тепло. Уже все люди идут нам навстречу. Как будто, знаете, как будто с Адлера. Чет ли там не в футболках таких, в олимпиечках, короче, налегке. Вспоминая то, что было на вершине, конечно. Да, реальность. Вот. Поэтому, знаете, ребята, в чем огромный вообще вывод этого похода. Когда мы спускались, нам навстречу поднимались очень много групп. Поднималась. Навстречу. Когда мы спускались, уже была протоптанная дорога. Когда мы спускались, когда мы поднимались, протоптанной дороги не было. И когда мы поднимались, нас предостерегала группа людей, которая развернулась и ушла обратно. Они сказали, что ребята, да зачем вы туда идете? Там туман. Вы там, вдруг сейчас снег пойдет. Нас, короче, реально решил Иремель запугать. Вокруг нас не было больше никого, больше не было людей абсолютно. Но мы все-таки внутренне приняли решение подниматься. В какой-то момент мне тоже было страшно, когда я смотрела вниз. И понимала, что, ну, может случиться, куда поднимались просто одни из первых. Вот. А когда мы спускались, уже было состояние более комфортное, потому что была уже протоптанная дорога. За нами, оказывается, шло еще очень много групп. И сейчас, когда мы шли обратно, тоже идет очень много групп. Ну, так, не знаю, групп, наверное, 10 еще примерно шли в ту сторону. И получается, что они друг друга как бы поддерживают. Когда ты видишь рядом людей, да, что они идут тебя, это как-то подбадривает что-то. Вроде все хорошо, если что, рядом люди. А когда ты идешь в тумане на вершину один, это реально формирует очень большой страх. Когда материальный физический мир, да, через этого человека говорил, да зачем вы туда идете, что вам там надо. Как бы была такая небольшая проверка от другой группы, которая посмотрела на все это дело, развернулась и ушла. Вот. Я сейчас ни в коем случае не вдохновляю там, да, вас путешествовать по туману в горах. Потому что, конечно же, это небезопасно. Конечно же, это ваша ответственность, да, что вы выбираете делать. Но по факту это был очень легкий подъем, и это был очень легкий спуск. Потому что я была радостная. Вы сами это видели, сколько во мне было радостно. Наверное, у меня столько реально счастья, что мы поднялись, не побоялись, и поднялись, и увидели, что там за этой точкой страха. Это вот прям реально внутреннее покорение какой-то вершины. Когда ты пошел туда, и зная, что ты мог бы развернуться и не идти, но пошел и дошел. Вот. Это прям дает такое какое-то освобождение внутреннее. И с нами все в порядке. Слава богу. Короче, все. Мы приехали в деревню Телюк, от которой, в принципе, все отправляются. Здесь очень много гостиниц, которые снимают, и уже отсюда едут, либо идут на Еремель. Здесь вообще другой мир. Зеленая травка. Где-то там немножечко виднеется голубое небо. Получается, сколько у нас ушло момент отъезда? В 8 утра мы выехали, в 7 часов ушло на подъем, на спуск вместе с учетом транспорта. Ну что ж, наверное, мы с вами теперь будем прощаться. Думаю, что дальше уже ничего снимать не буду. Спасибо всем за внимание. Если вам видео понравилось, и вы вместе с нами пережили эти мусли, пишите комменты, если вы тоже были на Еремеле, как он вам понравился, как он вас встретил, какие у вас изменения были после восхождения. Всем пока-пока.